И мы возвращаемся в прямой эфир со второй картой Gambit Esports Effect Напомню, что первую ребята из Effect довольно уверенно выиграли И Gambit находится в шаге от того, чтобы вылететь с этой квалификации Драфты уже на ваших экранах, часть из них Ну и Naga Siren все-таки достается эффектом Каким-то образом Naga пережила первую стадию банов И каким-то другим героям отдали приоритет Наба Капитан, Чешевский Код и Afterlife Почему-то именно Чешевский Код забанен в это с Ликантропа Для чего? Непонятно, но он это сделал Да, теперь против Naga придется поиграть Ну да, то есть Мне казалось, Ликантроп это куда менее опасный парень Особенно с учетом того, что ему про доунгрейдере получается ультимейт То есть он стал реже опасен А Naga, как была, так и есть Еще и добавился Meteor Hammer, который активно стали использовать Распробовали, наконец, игроки Распробовали Meteor Hammer Naga комбинации Тут уже можно с Геррокоптером что-то интересное придумать Под флагкэнон, под колдаун Вот хочется еще, конечно, дезраптер в эту комбинацию иметь Но дезраптер в бане, как мы видим Может быть, какие-то альтернативы будут Энигма Энигма, Тридхантер Все, это очень хорошо заходит Да, гаммиты продолжают не радовать Боевыми героями опять у нас получается Ну, допустим Будем считать, что Скорпион сложный То есть Саппорт и Чен как вверх Это не выглядит невольно, не опасно Это выглядит никак Два героя без хороших, без распылов Тем более уже есть Трингрокоптер, который прорывает на крипов, Чен Уже есть знак Среды, который хорошо прорывает все вот эти врывы, атаки Да, мне тоже не нравится, как раз пик свой ведут гамбит Сенкинг, Ченг, Локверк На, тяжеловато им придется Ну что, авторлайв, покажи нам С чем еще будешь комбинировать своих персонажей Ну, может быть, не будет комбинировать На самом деле, даже это просто связка Разбудить под кулдаун и Нитерхаммер достаточно сильно То есть можно, если играть хороший герой Добирает Рубика Вот тебе уже и аура на подсейф, или аура на урон По ситуации, вот тебе уже и доб-дизейбл Вот тебе возможность своровать И тут есть уже, что воровать достаточно хорошие Спылы У того же Скорпиона все три спыла сворованы Замечательно подходят У Чена, что ни возьми Шикарно будет подходить или под ганг, или под защиту Ну и, как верт Ракеты для развивки местности Да, какие-нибудь коги, там можно разграничить драку Вообще, с какой стороны, посмотри, все это работает Ну и добирают То, что мы сегодня уже видели Сэм Гамбит, как вверх Гамбит и себе Им на эту связку избрали И автор лав вообще ни секунды, ни думая, добирает Квапу То есть уже, видимо, тоже были к чему-то такому готовы И их устраивает полностью играть против нее Точнее, за Квапу, против этой связки Ну да, ну опять же, Shadowfin придет, конечно, с дополнительными душами В центр будет много атаки у него Я так понимаю, что Кума с этим должен справляться Ну а в целом, драка 5 на 5, конечно, очень уверенно выглядит у эффект Всегда под слип можно грамотно расположить своих героев После сна дать телекинезу нужно раскисоваться к ВАПе, раскисоваться к гирокоптеру Драка 5 на 5 выглядит, конечно, просто убийственной Вот Энигму забанили, но понимает Кот, что если еще и Энигмы дополнить свой драфт-эффект Там вообще, конечно, будет беда Не продохнуть будет Ну и как раз-таки оффлейнер был свободен Почему бы не забанить кого-то Ну есть Титхантер еще? Я думаю, ну кто есть То есть не на этих двух героях строится вся дота То есть ты можешь добрать, я не знаю, там даже и в интервьюер на какое-то пожелание И тоже это будет неплохо смотреться Да, ну тот же Бэтрайдер против Shadowfin Сегодня мы это уже видели Если я в пятняшке страдал Да, и он тоже может так-то заехать Потому что в прошлой игре, что в этой, все еще вот Вот эти два саппорта, я не знаю, как так получается Но это вот любого героя бери, они никому не мешают То есть хочешь летать Бэтрайдером? Летай Хочешь бежать с Кентавром? Беги То есть все герои будут просто работать как часы То есть все эти герои, которые... Ну ты обычно берешь какого-то земелью Ну и вроде земелью, там определенный состав героев Ты уже не хочешь бать Ты берешь Тускара Ну там определенные герои, все плохо работают А против этих двух героев, любой герой работает замечательно То есть тебе нужно один форстаф, чтобы законтрить их двоих И это плохо Afterlife, минута десять Показывай давай, кого-то там надумал Персонажа Ну вот все, что мы перечислили уже выше На оффлейн позицию хорошо зайдет Ну может быть этот самый Зевс Для красоты Ну да Ну ничего не менять То есть работает Почему бы и нет? Ну сегодня видели уже потопное Это было, было Абсолютно то же самое было Да И срочно нужен второй кор, который хотя бы как-то правит ситуацию То есть нельзя разбирать Забирать точнее еще одного Какого-то полураскастера Нужен именно плотный физдпс дилер Который сможет подойти к геракопу Осталось пять секунд Не знаю, ТБ, не ТБ, опять брать Не зайдет, да То есть что-то такое Сверх физовый, именно в легкой линии желательно Terrorblade Кто у нас еще изучит? Phantom Lancer Похуже ТБ уже, но тоже возможно Так, кто еще? Знаешь, антимаг Оп Антимаг Анти, что? Антимаг Просто, чтобы лучше как-то выиграть Не, мне тоже не нравится Как вариант Ну, самый такой очевидный Мне кажется, герой Это тот, кто сможет Быстро-быстро съедать геракоптер Может какой-нибудь Урса В шкате двух героев тяжеловато будет Хотя Ладно, забей, забей, что я сказал Потому что На Оксирена будет контрить Половину этих вот самых милишников Которые Ну, сетка, одна сетка Да, то есть иллюзионисты Это чуть ли не самое важное Что ты должен здесь взять То есть герой, который будет Мочь носить урон Не только основным героям Сетка, сеточка Может быть виверочек А, виверочек Забанен Забанен, да Вариантов Вот они, муки выбора Может, спектра какая-то Просто уже, чтобы вот Ультимативно То есть хотя бы дисперсию Урон наносить То есть ты же не зрели Но все равно работаешь Мы прям призываем Эту спектру Из карты в карту И как тут Ну, лондруид Вот лондруид Не так плохо будет Мне кажется Если его будут ловить Но ты можешь надраться С командой Если будет пуш играть Опять сетка Опять от лондруида Ну да, но на сатак То есть ты можешь играть Именно через танк лондруида И при этом Физового Кора То есть через основного медведя Не через саммана То есть сетка Просто стреляешь С того двора Тысяча рейджи Тяжело Тяжело Как же тяжело сейчас коту И тяжело команде Гамбит Придумать ласт пик Ну берите стандартного Террор Бэйда Чего уж тут Все пометьте Дальше просто нужно будет Нормально сыграть Может быть Может быть Тролль Как же плохо Как же плохо все Вайбер Не знаю Мне ничего не нравится Манкикин Просто ничего не нравится Мне нужен Манкикинг Нет Нет Я думал Ластилер Нет Нет Все ладно Давай я ушел Можно я тоже Нечего смотреть Лассо Сетка Боже Рейдж заканчивается И ластилер просто стоит Просто стоит И нормальной Тринфест бомбы Особо нет То есть Ну окей С Санкингом С Клокверком Это такое себе Ой как тяжело Будет гамбитом Ой как будет тяжело В доту играть Дота в принципе Игра непроста Если вы еще так драфтите Так вообще беда Противник против вас Дерзкий и жесткий Кстати сенсационно Но на параллельной встрече Вега первую карту Эмпайр выиграли Эмпайр сейчас на грани Вылета вот так вот Сенсационно Ну ты тоже схожешь Ну да ладно Но Эмпайр были очевидными Фаворитами вообще Этой квалификации Ну одними Вместе с нами Осталось 10 секунд Ладно я так думал Мне так казалось А тут как-то вот взяли Казахстан переиграли Уступили Спиритом вообще непонятно Каким образом Сейчас веги Первую карту Против Медузы Не справились И мало того Что в первой карте Против Медузы Не справились Так они во второй карте Решили еще раз Против Медузы Поиграть Ну удачи им Все потому что Сайлента Скоро позицию брали Да ну так вот Татаря набрели Проблемы сразу начались Да да Беда не уходит одна И не приходит одна Да Без татаров вообще нельзя Нигде Ни в одной организации Потому что Организации долго не живут Без татар Как бы истина А у нас в руках Бег целых три Хм Подожди Подожди Но ведь два Как два Если три Ну скажи Кто третий Ну хорошо Вопрос А кто второй Тогда Для тебя Да нет Скажи Кто третий Я не знаю Смайл Да не В смысле Алло Ты что Стебешься В смысле Смайл татарин Он настолько Татарин На сколько Он еще На четверти Он там Татарин На 16 Я четверти Нет Он на четверти Четверти Или на 8 Часть Ты у него Спроси Он подтвердит Когда он Ладно Это опустим Ладно Будем считать Что ты прав И так будет Всем проще Но это так не работает Ну почему не работает Нормально работает Если в твоих корнях Есть что-то татарское Потому что Попа одна И на два стула Не надо садиться Одновременно Ну слушай Такое ощущение Что все должны быть Только одной национальности Нет Они не обязаны Это вообще плохое Сравнение Но вот По правилам Условной математики Типа Например Если у тебя 0,5 Округляется В сторону единицы Так и тут Если ты На 18 19 Части Четверти Пятой Пятки Бабушки Являешь татарин Не значит Что ты татарин Ну слушай Вот в юриспруденции Есть такое понятие Как незначительная часть От общего И там считается Меньше чем Одной четвертой Это незначительная часть А все что больше Одной четвертой Это уже значительная часть Понимаешь Вдоль Так что тут Как посмотреть Контрольный пакет акций И Одна акция сверху Половина Плюс одна 50% Плюс одна акция Ладно К этому Первому вопросу Мы вернемся Чуть позже Уже вне трансляции Друзья Продолжаем смотреть Вторую карту Год Конечно же Выходит Выходит Год С Приемлемым Количеством Душ 12 И в итоге У него Атаки Аж целых 72 У Афонин Здесь 59 Ставят еще Коги И вот И СФ еще Очень хорошо Ему подстопили Крип Мы видим Здорово Прямо Своего хайграунда Правда Пока Ни одного Еще не убил Там Рубик Помогает Да Ванскор Конечно Против двух Ранжевиков Такой себе Помощник Что он может Сделать Не совсем ясно Просто Забирает Экспу Ставит Коги Ну вот так Вот конечно Можно Толкилать Много пользы Кубан Стоит на сложный Кстати Здесь такая вот Агрессивная Пока дабла От команды Эффект Решили они Дать возможность Хорошо пофармить Афтерлайф На топе Но между прочим Против лотиллера Должен хорошо Надо прайдер Стоять Тем более Не должно Выбивать Вроде как Считает Что если Хотя бы Скидывает Стаки на пау То есть Не умирает Можете Если что Что не так Причит Пау Делать Но и Сили Миша Виталер Он тоже Так на этот раз С чем эта пауза связана Вроде бы Понятно Но я вижу Вон скоро В воздухе Возможно Им понравилось Как это выглядит Нападение Небольшое В себе Случилось Я думаю Не пробьют Но да Еще сразу Делать Эп-аут Слушай С фейболтом Да Тут что-то Прямо Это Зыграет Регрессировал Регрессировал Да Гуд будет доволен Потому что Линия сейчас Очень сильная За что-то У фейтболта Пропушилась Под своей вышкой Должен добивать Конечно Этот косяк Никак не исправит Гуд получит Экспо Причем Склокверка Мотэкспо Он уже не делит Шадоу Рейзем Себе помогает Тоже грамотно Четыре крипа Уже успел добить Куинов Пейн Правда восемь Чужих добитых Крипа Так Насапы линиями Пошли Да Уже в боте Поэтому сместился Хочется стать Именно так Чтобы ему не мешали И хотят возможно Как мешать гирокоптер То есть Аперичен Своими крипами Активного Вышел Ходукки Раз за разом Пытается выдавать Пока не впадает Но пытается Главное Попал Хорошо Харас идет Лайфхоптер Выдает Скорпиона Стоять Вот Под 9 и 4 Регенна Бест Там Это очень Комфортно Здесь у меня Вот опять же В каждой игре Был такой Чен И Кто бы в оффлайна ходил На сатир Сильно конечно мучает Причем Этого сатир То и убить сложно 1100 хп На него куча ресурсов И 6 регена Да Вот это В начале игры Попробуй Пробей Вообще никак Дополнительный герой Который даже лучше Чем герой Надо эти Ходуккины Просто бесконечно Раскидывать Ну правда Еще на один Только хватит Вот так вот Раз Гирокоптера прошило Отлично Здорово Действительно Чен здесь помогает Сам при этом Старается Бигдум не отвлекаться Сделает какие-то стаки Попробует еще Пофармить Скоро будет уже Сапог В центре мы видим Гот уже Начинает потихоньку Подбираться По крипстату Кафонин же Была разница Там в 7 крипов Теперь разница Всего лишь 5 Да Ну вот чем Левел выше Тем соответственно Проще добивать Ну а снизу Бутрайдер Что там 8 на 0 Самое главное То что Бутрайдер Здесь не то чтобы Там получает Какие-то деньги Главное что Нэкспу получает Сейчас левел У него действительно Хороший А потом Когда время Его придет Когда он сам Решит Он просто Сместится К себе В лес Ну а там Какие-то стаки Может быть Себе поделает Может быть Кто-то из команды Поможет И зафармит Свой барабан И все остальное Вот видим Не стесняется Использует Использует Фарфлай Ну да Могущий В лес Поехать Но К сожалению Для него Заблочили Спот Сами пришли Вот здесь Фарт Поставили Гамбиты И тем самым Бутрайдер Кстати Вот на этой Линии Чуть хуже Смотрится Но он Не постеснялся Залетели Просто Возможно Вторую пачку Забрать Вот так Разбирайся Подыш Как хочешь Но должен Справиться Стоя Опять же Один из всех Героев Которые Не так сильно Бояться Крипов Потому что У них Есть Нужность Быстро Себе Здорово Ставить За счет Ударов По ним Ну и Плюс ко всему Квилингблейд Имеется Поэтому Даммэр Сурки Явно Хватает Он Здесь Фанскор Подловил Афтерлайф Вместе С крипом Бьют Они Бэтрайдер Бэтрайдер Нет Фэрфлайя Успевает Забрать Руна Богатство Афтерлайф Есть Боттл И Получался Но Не Помешало Бо Если Друг У них Какие То Макар Сегодня Хватило Это Дало Бо Большие Дивиденды Так Ну и В Центре Все Так Сэп С душами Что-то Смог То Есть По Крипам Вроде Не Очень Хорошо Но Хотя По Левелу Пригоняет Квапух И Ну Дальше То Здесь Возьмет Пятый Возьмет Седьмой Он Может Даже В лес У нас Сегодня Сэп Который Раз За Раз Умирал И Не Не Мел Значение Есть У него Левел Умирал Одинаково Хорошо И Фармил После Одинаково Плохо Здесь Если Сэп Левел Получит То В лес С удовольствием Может Отравиться И Силен Назметать Ему Пока Нечего Доста Экспериенс Куин Связан С тем То Что Робик Вообще Центра Не Уходит Он Прям Привязался К этой Линии Стоит И Вместе С Афонин На двоих Делит Всю Экспу Полученную Да Клопа Конечно Фармит Хорошо Но Левел У него Только Четвертый Как мы Видим Довольно Маленький Хотя Стоя бы В соло Здесь Возможно Уже Пятый Почти Шестой Клопер Мы видим Тоже Не стесняется Подходить Центр Опять Такие Помощь От него Минимально Но Скорее Больше Для Устрашения Скорее Больше Для Того Чтобы На Самого Шадо Финда Подвышку Не полезли И его Не убили Какие-то Коги Поставить Батареечки Может Это будет Помогать Батрайдер Фармит Лайфтиллер Фармит Лучше всех На карте 40 на 10 И вот Еще за Баунти Рунами Конечно Бегает Обязательный Услой Вопен Баунти Баунти Сейчас Заграли Попаду То что То что Делали Эффект Потому что Это Сейчас Пытается Сделать Гамбит У них Во-первых Есть Чен Который Позволяет Рун Отжимать Скупер Компир Компир Тоже На руне Тяжело Драться Они Должны Срать Больше Сейчас Зали Три До Этого Три Проиграли Не Всегда У них Все Получается Ни Чуть Не Дорабатывать Героя Сильные Есть Но Они Не В Тайминг Выходят На Точке Респаун Рут Ой Я Смотрю На Этот Возможно Это Билд Дак Хака Это Будет Радианс Но У меня Лишь Только Негативные Впечатления От Покупки Радианс Первым Артефактом На Ластилерах Сколько Матчи Смотрел Один Раз Видел Как Раз Это Было С Ченом И Зашло Очень Хорошо Он И Он Зашел Сел Клипа И Выгнал Игру Совсем Недавно За Таким Наблюдал Ластилер Он Тоже С Ченом Был Он Собирал Себа Радианс Медальку Потом В Эншентах Какое-то Время Побег Так Себе Выглядел И Выиграть Он Не Смог Хотя Параллельно Была Встреча Нави Как Раз С Казахстанской Командой По Моему И там Лави Это Получилось Может быть Это Были Не Нави Даже Тем Не Менее Мне Это Не Очень Нравится Мне Кажется Что Ластилер Очень Много Теряет Когда Не Покупает Быстрый Армлет И Сатир Сатир Живи 36 ХП Сатир Гири Забили Все Кроме Нагер Это Делать 69 17 На Этого Просто Забил Еще 13 Голды Сверху За Забртов Приятные Деньги То есть Соточку Поднял Будто Бывар Нашел Ну И Чем Теперь Новых Крипов Где-то Искать Тоже Неприятно ФБ Возможно Того Стоил Конечно Обез Гирокоптер Это Необходимо Безусловно Правда Потеряли Опять-таки Сумонов И двух Героев Плюс-минус Одинаково Думаю Получилось Куман Сразу В бой Купил Себя Квил Мы Видим Из Одного Рейсбенда И Начинает Терроризировать Санкинга Используя Флеки И так Далее Пикном Уже Тут Как Тут Пикном Взял Себе Вожака Волков Не Лучший Крип Для Каких-то Гангов Да И Бустит Я Не Знаю Что Чена Что Санкинга Не Так Сильно Не Те Ребята Которые Бьют С руки Волк Он Хорош В Середине Или В конце Игры Один из Лучших Липов За счет Свои Ауры Но С Опять Атака Пошла На Герокоптер Смотрите Что происходит Просто Дайвит Клэп И Турса И Куман Опять В таверну Второй Килл Делают На Герокоптер И Снова Будет Размен Уничтожает Синькинга И Бигнум Снова Погибнет Вот Тот же Самый Расклад Абсолютно То же Самое Сумоны Тоже Погибли Два Фрага В ответ На Смерть Своя Герокоптер Ну Не знаю Мне кажется После Всех Этих Размен Все Такие Эффекты Чувствуют Себя Лучше Просто Очень Сильно Качают Не Скаж Что Прямо Они Сильно Лучше Себя Чувствуют Но Вот Видно Как График Скачет Фб Дает Чуть Меньше Чем Добав Кускай Сейчас Это Был Уже Не Фб Лучше Герокоптер Смещается Вот То есть Ему не нравится Что Хоть Команды Лидируют Но Он Умирает И Хотел Избежать Перемещается Ищет Лучшие Жизни Куман Надо Наверное Ему Помочь Все Таки Он Утерпелся Опять Чешуйский Кот Подходит Снова Подкапнуть Что происходит Эпицентр Куман Но Это Просто Фит Конечно Сейчас От Керри Команды Эффект Третий Раз Подряд Просто Погибает Команда Были Даже Неплохи Сейчас Они Пытаются Так же Через Смог Выти На Сф Ставится Вард Но Они Его Не Видят Он Так Садится В лесу Причем Из То Что Вард Стоял Там Не На Постоянной Основе Они Не Могут Уверены Подвышка Он Или Нет И Он Иллюзии Светит Он Их Видит Они Тоже Знали Что Он Здесь Вот Сейчас Они Они Знали Что Он Здесь Не Докадывались Они Просто Просканировали Они Все Прекрасно Понимали Но Идти Под Эти Деревья Туман Войны Им Не Хотелось А так Они Безусловно Знали Что Шадоу Фин Стоит И Просто Караулит Тут Просто Фишка Что Они Могли Догадываться Что Шадоу Фин Там Могут Не Торок Шадоу Фин Или Неж Шадоу Фин Другой То Скан Не Дает Понимание Что Герой А Удет Вард Было Постоян Слишком Познан И Стих Мог Уйти Т2 Или Влез Там Метод Усключения Потому Что Всех Остальных Героев Было Видно На Просто Прыг Убивай Добуди Добудай Рубика Ай-яй-яй Знаете Нужно Уводит Кингер Красава Успел Просто Успел Теперь На Развороте Было Здорово Подраться Сеточка Сеточка Используется Лайфстиллер Он Стоит На Месте Нет У него Конечно Жармета Впитал Соник Вейв И погибает Браво Просто Браво Кингер Какой Тайминговый Вызов Иллюзий Как же он Здорово Разобрался В этой Ситуации 5 плюсов Просто 5 плюсов За этот И себя Не потерял И чужого Керри Забрал Бринад Просто Хорош Рецепляет Детерлайк Еще Догонять Начни Скукота И соло Делает Фрак И лезет Дальше Не боится Понимая Что Семьи герои Уже Отсутствует Нажидается Только Семь Здесь Тут Неплох Холит Кингер Одн Раз Не получилось Иллюзии Сонгов Сайрон Далбл Килл Делает Shadow Fiend В итоге Слишком Многие герои Здесь было Гамбит И немножко Перенаглеили Эффект Для кого-то Полезли Убийством Санкинга Можно было Ограничиться И не лезть Вперед Не было Лосо Не было Соник Куэва Насколько Переиграть Команду Гамбит Не получится Все-таки Нужно Движение Поувереннее И Порасчетливее Выпользовался Неплохо Так же Представляет Как себя выучить Патеркомптировать Или как он будет Возвращаться Проигрывает уже 2000 голды Но Я вижу Что ему Начинают Потихоньку Полегоньку По лесам Делать Стакер Возможно У него есть Путь Для быстрого Комбэка И не придется Гет Зажиматься На базе Уже 10 Верхнюю Башню Сил Тьмы Атакуют Кингар Идет К своему Метеор Хаммер Потихоньку Постепенно Став Уже Приобрел Появится Артефакт Ни одной комбинации Мы пока еще Не видели С используем Сна У команды Эффект Но я думаю Что будет Буду Буду Повадение В позиции Нет Лосо 20 секунд Не Отправляет На базу Понятное дело Отдает Себя И сделать Ничего Не может Минус Крипы Минус Кантапульки Все Все сразу Уезжает В копилку Опять же Бигнум Не радует Зачем Он Спасает Своих Тиммейтов Пытается Пример Это Делать Но Сам Он Из игры Очень Сильно Выпадает Посмотрим На его Нетверс И Героя Который Может Формить Лес Который Может Успешный Данки Он Очень Мало Денег Насобирал Зачастую Оказывается В таком Положении Где Судя по всему Один из Кор-героев Просит Быть рядом Чтобы Засейвить И Чену Больше Ничего Не Остается Как Просто Находиться За спиной Своего Тиммейта И Спасать Возможно Да В результате Конечно Сам Чен Страдает Но Кор-герои Вроде Как Должны Быть Живы Здоровы И Фармить Хорошо Ну В общем То Это И Правда Потому Что Если Посмотрим По Нетфорсам То 6 300 Пожалуйста Топ Один Год На Шадо Финди Ла Тиллер Сразу же Следом Топ 2 Нетфорс 6 200 То Нужен Радианс Тахаку Опять Так Радианс Не будет Гарантировать Ему Рэмпэйджи Взамес Не будет Но даст На минимум Миссов По себе Даст Доп Дэмэдж Какой Крути Не крути Но Вот Что Мне не нравится В Радианс То Что Радианс ХП Тебе Не дает Я Власт Силлер Опять Фейзы 0 ХП Радианс 0 ХП И так Далее Вот Бегает 1420 Такое Какое Можно Легко Убить Просто С руки Ну У нас Пока Опять Находят Кумана Четвертая С меня С дай В игру Куман Как-то Подрасслабился Что Ли Вот Он Не очень С его Выиграет Позволяет Себе Выход Непонятно Куда Далеко Заходит К терр Один Вышки Противника Не имея Никакого Обзора Знаешь Что Против тебя Играет Клокер В будущем Против тебя Еще Будет играть Шадофин С Юл Который Тоже В солоте Способен Будет Зарвать Поэтому Надо Как-то Подсобраться Куман Ванскор Находит Так Нагу Сайрон Нага Вот Ничего Не скастовать Просто Анимация Каста Так Весит Просто Погибает Слишком Легкий Фраг Для Ванскор Смогли Добить Атерлайф Там Нападал На него Сэнкинг Через Ультимейт Сразу Стал Пытаться Пробить И Зачитал Атерлайф Терепорт Но Не успел Улететь Даже Не так Он Улетел На базу И Догорел С Каустика Судя По всему Опасевка Наверное Добило Так Ну Вот Дахак Сцентр Сейчас Должен Себе Радианс Не Помешает Атом Не Может Помешать Афониджа Нет Все Еще Саленс Курьер Курьер Отправился 4k Перевеса 8-7 Еще Одно Вот По фарму По итогу Вот Этих Гангов Проседает Гирокоптер И Его Денег Здесь Очень Не Хватает Потому Что Его 4800 К 8 ВСФ Смотрится Блек Да Причем Нет Возможно Даже Делать Какие То Стаки Потому Что Чужой Лес Полностью Контролирует Сейчас Бигном Начение Он Забирает Нужных Ему Сомонов Он Фармит Как мы видим Чужие Нейтральные Крипов И В итоге Куману Все Что Остается Довольствоваться Нижней Ленией Кстати Он Те Стаки Которые Делались Гирокоптер Все Из Даггера Бытая Да Можете Повнуть Продается Очередной Раз Бигном Здесь Оставляется Но Опять Так Я Заслевал Своего Тиммейта Поэтому Героически Было бы Неплохо Катапуль Там Волк Не Все Сразу Удаст Забрать Но Боятся Что Врыв И Отверг С Радианцем От Лазит Лиры Жмёт Смог И Поехал Так Ракетку Таун Противника Не Нашел Надо Находить Цель Для Атаки Вот Здесь Вард Стоит Который Только Что Вид Уходящего Героя Вот Здесь Вард Который Зацепил Пробегающего Героя Так Что Должен Понимать Но Почувствовали Просто Что Противник Может Уже Напасть Переместились В свой Дополнительный Лес Снизу И Возможно Будет Контр Какой-то Выпад Смоков Я так Понимаю Нет Да Смоков Нет Есть Да Смок Есть Есть У Наги Но Он В рюкзаке Дополнительном Ну и Снизу Тоже Я так Понимаю Гот Почувствовал Что Что-то Здесь Не так Противника На карте Не Видно Два Агрессивных Варда В чужом лесу Не показывает Их местоположение Поэтому Решил сместиться В более безопасную Площадку И в итоге Это оказался Центр Центр Рядом Своими тиммейтами И будет Возможен Заход на Рошана Прямо сейчас Так Довольно Интересный Мув Что же Видит у нас Эффект Они видели Сын Кинга В районе Рошпита Остальных Они не видят Занимаются Убийством Нижней вышки И это будет Абсолютно Грамотный Размен Команды Комбит Аегисом Должен достаться Без каких-либо Приключений Без сопротивления Стороны Оппонента Да Очень хорошо Сыграли Своё Благосостояние Они еще и улучшат Тем более Что год Подбирает еще Аегисов И Мортал Вообще Никаких проблем Даже не захотел Покупать тебе Блинк Даггер Сразу будет делать Блоким Бар В этом тоже Есть смысл Боец Находят Вираж Скистаки Вообще Не стесняются Просто забирать Все что можно Оккупировали Вражеские леса И нападение В топе На Рубика Не уверен Я что Здесь вылет Пытается Откопаться Но прямо Подвижен ракеты Не отпускает Легкий минус Но на Рубике Значит Можно ломать Тир-2 вышку Не знаю Будут ли защищать Ее сейчас эффект Наверное Нет в этом Никакой необходимости Можно постараться Посплекушить Конечно Скорость Снесения товаров У эффектов Должна быть чуть ниже Все таки Чем у гамбит У гамбитов Есть масса Самонов У эффектов Нет тех героев Или способностей Которые должны Очень быстро Вышку будут сломать Скорее всего Гамбит успеет Снести тавры Возможно даже Защитить свой Например Тир-1 в центре Или снизу Тир-2 Ну или просто Попытаться Даже на Тир-3 Саэгисом Идея Это не самая плохая Но тут все еще Стоит помнить Что есть эффект Фарокомбинации Как они могут Перевернуть Все таки Сон маги Позволяет В некоторых случаях Сделать Ту или иную Грязь Которую может Игру перевернуть Верхнюю башню Сил темно Грамотно его использовать Это не так просто сделать И бишка падает Тир-3 Вторлайв пытается Кого-то перехватить Подключает Контро-инициацию В виде Сен-Кинга Тут же залетает Клокверк На Кингера Кингер Форстаф Соник Вейв Вот он Сонгава Сайрон Тут же Хилла Чена Пошел под кулдаун Надо отжимать Кулдаун уходит Просто в никуда Вот теперь Вот теперь Под Штормхаммер Неплохо получилось Минус Клокверк Там на центре Противорением от Сен-Кинга Очень быстро накрывает Кин оф Пейн Погиб также Рубик Год Ловит в себя ракетку 25 хп остается И Айгис ему сняли Но бараки будут падать Сейчас уже будет нечем Да, герокоптер тут конечно Но флэку не только имеется Кулдауна-то нет Закуп у него очень слабый Только форстафы, барабаны Статовые артефакты Дешевые, бюджетные Да, и сторону тут уже не спасти Гамбиты ломают Первую сторону В 21 минуте Сетка Сен-Кинга Ну а что тут Штормхаммер Ну такое Не страшно абсолютно Забирают оба барака И теперь Просто уйти Тпшки, тпшки Катапульту Вот Кингер нашел катапульту Которую не хочется отпускать На М8 тысяч преимущество Гамбит Ну кажется здесь Все идет к тому Что счет в серии сравняется Ровно так же Как он сравнялся В параллельной встрече Там ребята из Эмпайр Очень быстро Отомстили За первую За первое поражение За 23 минуты Кажется справиться Сейчас С командой Вега И там будет Третье решающее У нас очередная пауза Ну вот вроде бы Игроков с проблемным С проблемным интернетом Уже не осталось Ребята из Казахстана Уже с турнира вылетели А вот паузы Все еще Теперь мы знаем Где сейчас Территориально Находится База для тренировки Гамбитов Приградных Караганды Где-нибудь Например И именно Поэтому у них Постоянно Вываливаются Игроки Это подключается Код Я на самом деле Не знаю Где сейчас Территориально Проживает Кодус Раньше Что он в Беларуси жил Но с тех пор Все могло поменяться А где вообще Организация Гамбит Располагается Я смотрю Локейшн Юнай Последний раз Когда Ему и летали В Киев Сами летел Может из Гамбитов Вроде как Думаешь Где-то в Киеве Есть такое У меня Подозрение Локейшн Написано Не этот Кингом А менеджер У них Действительно С Киева Короче Местоположение Пока не очень понятно Мне кажется Что в Киеве Короче Где это Где это Сливают Где это Живут Где это Играют Да причем Не особо Они афишируют Насколько я знаю В своих там Социальных сетях Где сейчас Находится команда Буткемп Не буткемп Из дому играть Или не из дому Просто есть такая Команда В СНГ Мы знаем Их игроков Мы знаем Что они где-то Выступают И вот Только на это И ориентируемся Ориентируемся И только Тут Аталкиваемся Просто После последних Перестановок Тут у них вообще Осталось Получается Биггер Украинцев Из Украины Да Чешеского Белорусы Три Из России Игрокат Непонятно Выгодно ли им Теперь По Возить игроков К себе Или все-таки Проще Сделать Это В Москве Буки Как сделали Те же Спириты Тем временем Гамбит По нижней линии Проходит Не встречает Пока никакого Сопротивления И уже даже Тир-три Ты же готов Врывать Мне кажется И он готов Матфер готов Два героя На врыве Просветили И отходят Отходят Уходят На деф Сидеральной линии Решили что не сейчас Вновато Да Тем более Эгис Тоже нет Есть смысл Еще пофармить Покупается Блинкдаггер Гот Ну я думаю Что нужно будет Дождаться Следующего Рошана Чтобы так вот Ужеломать Вторую линию Интересно Как вот Этой паузой Воспользуются Эффекты Все еще Не видели Ни одной нормальной Комбинации Стороны этой команды Пока Не получается У них произвести Хороший файт Опять же Герокоптер Явно не дофармливает Купил себе Пику Барапаны Вот опять же Статы Более защитные Какие-то Артефакты А ну Дэмэджа маловато Очевидно Дэмэджа немного Его не так сильно Боятся сейчас Команда Гамбит Больше боятся Может быть даже Ту самую Квин оф Пейн С Саленс Причем Дабл дэмэдж Есть в Ботле Кстати К следующей драке Может быть полезно Ну а то как мы видим Понимает Что под лосо Стоять в драке Тоже не очень хочется Хочется просто Спокойно бегать Наносить урон С Радианс Наносить урон С ударов с руки И Решил приобрести себе Линкенсферу Вот такой интересный Заку получится У этого Керри Радианс Линка Фейзы Ну пока работает Чего на нее ругаться Сейчас еще может Все Удастся забрать Афтерлайфа Нужно Чуть-чуть Отпрыгать И У него получается Зацепили Афтерлайфа У нас О есть Файрфлай Нет Его здесь Приспокойно Забирают Низу Бот Взрывать Есть Саленс Отличный Саленс На развороте Филики Несса Тут же Хукшот Сразу же Сейв от Ченна С ТП шел Просто на просто СФ Ничего Высоков Саран Все Прожал БКБ Можно было На самом деле Не поверили Друг в друга Хукшот Будет А куда Улетает Копать Сюда У многих Увосновили Был шрань Зачем Прошли Сев Может Просто Остаться Идираться Но в итоге Всех Продвижение Один в ноль Размен И Сейчас Сидит В Скорпионе Пытаюсь Догнать Гирокоптер Я не знаю Получится Не получится Полезут Полезут Залетела Ему Случайно Сфакально Одна тычка В лицо Избила Даги Тогда Я думаю Не сразу Ворвались Еще до того Как был Пройден Форстав И появляется Ю Батрайдера Но не все Собирают Ю Какие-то Другие Сейв Самое Продвижение Что нет Физдепейсера Клопы Пока просто Мало вещей Гирокоптер Сверх Мало вещей Мало вещей Сверх Мало вещей Стои Есть Смог И Ванскор Слишком Далеко Забегает Прямо Сейчас Не видно Вот Сейчас Заметил Рубик Букально На одном Мгновении Сразу же Врывается По Сайленсам Клоперка Забирает Довольно Быстро Но Лететь Нужно Дальше Авторлайф Это Прекрасно Понимает Еще Какие-то Цели Цеплять Лассо Ведь Не было Использовано Но Никого Не видит Гамбит И отступает Забрал Совух Два Хелбера Не так И плохо Не ну Хоть что-то Лучше Чем просто На байт Стояться И отбиваться От Крипов Приходящих Расставить Варды Как раз После этого Можно Раз уж Добежали Тореточкой Да Ну и так Таган Не плохо Получился Клопа С него В итоге БКБ Приобрела Иерокоптер Тоже На пути БКБ Так Если посмотреть Через 20-25 Будет Уже Больше Сотов Иерокоптера Больше Будет У Клопы Они смогут Доебать Сеффа И Ластилер Тем более Ластилер Опять же Не является Сверсилем В топе Нападения Иврива Скорпиона Хватает Буквально За один стан Центкинга То есть Даже Не поднять Тебя Небьюл В БКБ Не нажать Вообще Ничего Не сделать Просто Умираешь За один стан Невероятное Количество Дэмэджа Залетело Клопа Впитало Клопа Без байбека 40 секунд Но это Возможность Для Гамбит Даже без Рошана Подняться На хайграунд Может быть Тир-3 Даже сломать Чем черт Не шутит Попробует Конечно Попробует Гамбит Залезает Уже на хайгра Но по центру Был смысл Пройтись Понизу Потому что Там вышка Немножко Побитая Уже была Ну да ладно В центре Клдаун Команд Таким образом Постарается А тогда Противник Получил Синькинга Зацепить Через лосон Неплохо сыгранный Между прочим Синькинг в таверне И Гамбиты Отступают Поняли Что наверное Слишком рано Отступают ли Потому что Рокита идет На паун стакаете Вот Клокверка Надо было отдать И все Врывается Попытается Реком оф соус Выдать прямо в нагу Взрывают И Куман Также под опен баун Страдает Пики не было Еще 6 секунд Блокинг бара тоже И в итоге погибает И нага И гирокоптер На развороте Гамбиты Здорово отыграли Ну и 2 секунды До появления Рошана По идее Правильно же Да Рошан появился И вот прямо сейчас Неплохо было бы Зайти Рошана Но не прочекал Просто не посмотрел Но пробежал мимо Дай инфу Своей команде Пока нет гирокоптера 30 секунд Это просто лафа Эх Ну ладно Не прочекали Просто не прочекали Не поверили в то Что Рошан мог появиться Прямо сейчас То ли с таймингами Накосячили И не записали То ли Подумали Что наверное Рановато Ракетка даже мимо Пролетела сейчас И она могла дать инфу Но не спешат Не спешат гамбит Значит придется подраться Еще раз Для того Чтобы Рошана забрать У эффектов Появляется шанс Этого Рошана побороться Он понимает Афонин же Что действительно Физического демеджа Явно не хватает В его команде Поэтому Будет дальше Выходить в осалки Раз Оно и правильно Все же У противника Будет поменьше брони Ты будешь бить почаще Поможет Это и герокоптеру В том числе жить Но герокоптеру Я даже не знаю Ему сейчас нужно Там лишних Пять тысяч колты Докупить себе БКБ И выйти в бабочку Вот прямо На этой минуте Было бы здорово Хотя бы Физ ДПС появился И Он уже стал Действительно Какой-то проблемой Для противника Сейчас конечно Это просто Манекен для битья Такой В виде герокоптера Летает И все Кто хотят Его убивают Так Сканы Смог пошел Отгамбит Попадают Сканом И герокоптеру 150 голды не хватает 160 БКБ Прямо Очень обидно Что именно сейчас Происходит атака В общем Проверяет же Нага иллюзии Рошана Понимает Что там никого нет И разревелил Смог И ее не нашли Поверили Так а вот сейчас Чешский код Его тоже увидели Не нашли Как же хорошо Убегают Эффекты Выигрывают время Просто выигрывают время Дали время герокоптера Дофармить И в итоге Две стороны все еще стоят И полезные предметы Появляются Сейчас Вылез Афтерлайф Но у него есть Форстаф Есть даггер Тяжело его будет поймать Да Снова не угадывает Скорпион СФ 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 Ай-яй-яй Бэтрайдер Все-таки Ну вьюл поднимает Трековым задоджил Конечно Дальше как уходить Непонятно Флеймбрэк Все равно подловит Все равно убьют Год успел Год невероятный Мувспид конечно 536 Просто бегает И успевает За всеми Этими передвижениями Бэтрайдер Какой-то смог Интересный Команда эффект Прямо сейчас Знают что не трековым И противником Попробуют этим воспользоваться Но я не знаю Как этим воспользоваться Вот так линку сбили Успевает рейдж дать Да как Ай-яй-яй Конечно момент был интересный Тут же хукшот Отличный гирокоптер Оставится коги Но и нага остается одна Слип Застряла ТП-шка Но слипа нет Теперь слипа нет И теперь уже действительно Гамбитам нечего бояться Заходить спокойно Забирать Рошана Забирать сырые эйки Ну пытались Что-то и придумать Такой эффект Вот внезапный Выпад в центр Убить Лайфстиллера Но там Линку пока собьешь Пока задизейблишь Чем-то уже Много времени проходит А ластиллеру всего лишь Нужно нажать на Одну кнопку Чтобы нажать рейдж Ай-яй Дает Сефа Сыр достался Тахаку Ну теперь ждем Когда гамбиты будут готовы Заходить на хайграунд По одной из линий Или по центру Либо по низу Пока этого не произошло Эффекты позволяют себе Сплитпушить Конечно же Было бы для них Супер идеально Если бы гирокоптер успел К моменту Снесения еще одной линии Купить себе бабочку Ну или какой-нибудь Артефакт на урон Хоть что-нибудь Сынкинг Снова в нем сидит Лайфстиллер Итп на топ Так попробуют Перехватить кумана Ой-ой Не угадал Вольно И не точно Номер 2 Пару пикселей Просто пару пикселей Будет жать Даже не будет жать до кб Это выдержка Ну ладно Тут опять же гамбита Один мискликнул Второй не попал Будет очень удобно Если еще и накажут За это Чена сейчас Я понимаю Что Рубик сидит в квапе Ворованом инфест Да это Забавно выглядит Так а что если Он там будет сидеть Пока спеллсил не кончится Вылетит просто нет У него останется Обилка на вылезти Или он просто вылетит А ну наверное просто вылетит Мне кажется А что если он не сможет вылезти Довольно забавно Пока квапой не убьют Это будет забавно Давайте посмотрим еще Так то Ну долго-долго еще придется Кстати Я думаю что Рубик вылетит раньше Вообще конечно это инфест бомба Которую не боятся Проверить Проверить потом Абсолютно не опасная инфест бомба На мой взгляд Выходит такой Рубик И гамбит такие Ага Приятно познакомиться Давай вылезай Мы тебя и ждали Не ну в рамках какого-то ганга То есть Выпрыгивает квапа Ты думаешь Что на меня сделает Тут бабах Сюрпрайз Так Теперь у эффектов Какие-то проблемы Они переподключаются Да что ж такое-то сегодня Вроде бы сервера Доты не лагают А игроки периодически Отваливаются Неблагоприятный день Для Доты Судя по всему И для одной из команд Которые сегодня играют Так Ну что По центру По центру Конечно же по центру Слипа нету Наги подловили Бэтрайдера Кстати говоря Бэтрайдер Так Форстав Юл Наверное Юл И Форстав Ой в Коги Прямо ударяют Форстав Коги Боже как неудачно сыграл Автомлайв Форстав интиммейта Не свой А не свой даже Так Ван скоро пытается спастись Флэка заходит куман Неплохо расстреляли Кокерка Кокерк погиб Один в один Кокерка байбас Все ультимейты Да Не все КВП остался На эксерен остался Где там аэгис Не хочется в СФ А комбинить Такой герой Очевидно Нужно попробовать Убить Конечно Дахак Каким-то образом Его взорвать Чтобы он даже Сыру не успел прожать На шадуфинт Видимо на передовой Такая вот Интересная ситуация При которой Лайфстилер стоит За спиной СФ А не впереди него Как-то медленно И особого прогресса нет В плане снесения вышек И побаиваются Все-таки гамбит Степешивают Вниз Не, ну так можно Травела все еще остаются Поэтому моментально Можно будет вернуться в центр А пока отобьем вниз Да, вот вроде бы Игра уже выиграна Командой комбит А вот как заставить Противника ГГ Написать Вот вопрос, конечно Хочется подловить на ошибки Хочется сделать Какой-то вот Элементарный минус На выходе из базы Что допустили Ой, какой подходит Куда-куда Куда-куда Просто куда Давай все равно Обошлось очень мало Вот залетел Всего лишь Рубика потеряли Afterlife Лосок Локерка вытаскивает Тут же коллдаун На остальных Чтобы они смогли помочь Эпицентр на месте Раскостовый Цинькин Практически все Молоко ушло И нужно ему срочно уходить Выкапывается вновь Соник Вейвом его достают Чен степешивает После Юлы Все-таки уходит Цинькин Но Чен сам погиб Гот Реком оф Солс Айграунда На развороте Тут же вступает в бой Тахак Тут же Форстаф И на Кумана Нужно его спасать Кингер старается Бодиблочить Куман мало здоровья Но тучка последняя От Шадоуфинда Долетела И в гирокоптер в таверну Гот под БКБ идет дальше Пытается Фонин Драться с ним до конца Будет подкоп от кота Подкапывают Их Пин оф Пейн Тоже лишается жизни Шадоуфинда Сняли первую жизнь Потому что очень далеко Залезли все вот эти Куар-герои Было немного наказать Гирокоптер Не хочет Очень жаль На базе стоит Пусть и Задорго Но отбились Саленс на ластилера Тут же используется Линкен сфера Ну Тир-3 надо добивать Гамбит Это понимает Гирокоптер все еще Не выкупается Поэтому Надо это наказывать Кингер Под опен баунс Тут же Форстаф иллюзии Подкапывает чешеский код На этот раз неудачно Поймали его на телекинез Снова себя въел На этот раз У него не спастись Будет минус Тир-3 вышку Все-таки смогли Гамбиты забрать Но не бараки И Да, действительно Большой кровью Но все-таки Защутили свою базу Эффект Вторую линию Не потеряли Они все еще в бою Но с огромнейшим Отставанием от противника 15 тысяч По нотворцу Графики идут вверх Вот чтобы Уверенно Закончить эту игру В свою пользу Гамбитам не мешало бы Дождаться еще Следующего рошана Конечно Понятное дело Что это будет прям Супер Сверх Сейвова Как-то и может быть Пассивно Но Это Сетка лузеров Друзья Здесь Если ты допускаешь Оплошность Если ты Делаешь все Не Выверенно Не Просчитав Какие-то Исходы Ты Можешь Просто Из турнира Вылететь Из квалификации Шатустрайк В радиусе 650 Вокруг цели Использует Точнее Изучивает Талант Как тебе Как тебе Такой талант В сравнении Я не уверен Что я хотя бы Раз еще Видел Что кто-то Его брал Энергия Это можно Посмотреть Я просто Без идей Где Но Очень Своеобразно Хотя Здесь Смотрел Скрипыч Она Скорпион Лайвстиллер Клок То есть Куча Мири Юнитов Можете Сработать Еще На самом деле 500 650 Даже Это Довольно Ноже Больше Чем Стическая Тычка Героя Так что Может быть Сработает Забавно Хотя Конечно Вот 30% Клапиризму Способностями Тоже Как будто Специально Слагает Выжить В любой Драке То есть Где-то Нападают Там Уждал ХП После Попал После Этого Драка Идет Продолжать Сдаешь Скрим Снова ХП Тоже Очень Много Добавляет Хотя Вот Опять же Стандартный Рейндж Шедострик 600 Типа Тут Она Будет Раскид 650 То есть Вроде Бы Очень Не Дурно Но Все Это отголоски Того Что Гирокоптер Явно Не тянет На Парни С физическим ДПС Гриммер Кейп Еще Форстаф Здорово Сэвит Хорошо Засэвили Теперь На развороте Авторлайф И Сонга Вусайрон Кингер Под замедлением И попадает Все-таки Под Слип Сэн Кинг Остальные Вроде ушли Кукшот Метеор Камер Сэн Кинг Быстро Разгревают Под Сайленсом Гот Река Сол Слоу Граунда Соник Встречает Афонин Так как Пытается Продраться Против Афонин Афонин Бьет Уже Теперь Другую Цель Решает Жизни Клок Неплохо Покатя Рутся Эффект Очень Недурно Еще раз Ворваться Подцепить Тельки Нес Надо Бараки Сохранить Прекрасно Понимают Эффекты Гонит Очередной Раз Оппонента И Пока Здорово Оброняются Так вот Возвращаясь К вопросу Queen of Pain То есть Афонин Уже Понимал Что у Гирокоптера Проблемы Поэтому На 15 На 10 Взял 25 К урону То есть Опять таки Физ ДПС На 15 Он брал Не перезарядку Способности А 40 Скорость Атаки То есть Опять же Улучшая себя Физ ДПС Ну и На 20 Соответственно Тоже Не стал Брать 30% Вемпиризму Способностями Просто потому Что он Здесь Не нюкер Просто потому Что он Здесь Именно Убит И собрал Тоже Кирасу Именно Именно Все Для того Чтобы Помочь Кирокоптеру Разваливать Ну на самом Деле Опять же Это Наверное Скорее Проблема Ластилера Что герой Как кор Обладает Очень малым Запасом Своего Армора И приходят Артефакты Его добирать И все равно Получается Маленькая Цифра У того Жек РТБ На Комни На 15 Вливаться Поставим Армор Просто Встроенный В героя Но Втсф Продолжает Набирать Предметы Для того Чтобы Потом Снимая Снижатем Кулдауны То есть Появляется Еще Хекс Сверху И до 25 Осталось Сего Читых Левел То есть Через 400 ХП Он Получит 40 Кулдаун Редакшн И у него Будет Крани Бысти Перезаряжаться Что Дагер Что Что Хекс Что Ю Что Линка Что Будет Доступен Почти Сразу После Использования Смотрел Последний Выпуск Нави На Их Ютубе Нет Хорошо Тогда Тебе Вопрос У Shadowfin 25 Уровня Есть Талант На 40 Кулдаун Редакшн У кого Героя Есть 50 Кулдаун Редакшн Хороший Вопрос Без Гугла Без Гугла Сам Знаешь Или Не Знаешь Героев Смотрю Я Не Вижу Такого Героя Не могу Поделись Я Не буду Отвечать Пусть Зритель Тоже Подумает Потом Кто-нибудь Ответит Игроки Нави Кстати Тоже Не Все Знают На Секундочку Так Ну Что Атака От Гамбитов Под Смоками И Ну Опять Таки В поисках Какой-то Халявы Чтобы Подловить Подловить Эффектов Кто-то Может Будь Выйдет Из Баз Закупиться Там Вард Где-то Поставить Если Убить Было бы Совсем Конечно Просто Гамбитом Зайти На Хайграунд Но Сейчас Не Подставляется Эффекты Более того Сами Будут Нападать Есть Гем Лишают Вижена Гамбитов Ну И Пространство Себе Увеличивают Эффекты Для фарма Позволяются Я Нашел Этого Героя Ну Теперь Рожделись Без Этой Информации Я Прекрасно Жил Подсказка Для Этот Этот Герой Все равно Никогда Этот Спейл Не Возьмет Так Все Подсказка Я Не Представляю А кем Надо Быть Чтобы На Этого Героя Брать Куб Лавный Редакшн А если Как Суппорт Этого Героя Использовать А? Боюсь Что Ты Этого Левла Не Доживешь Возможно Чтобы Взять Этот Талант Тот Сам Даун Который Не Стыда Не Знать Это Минейно Довольно Забавно Потому Что Это Самый Большой Кулдаун Редакшн Который Есть Доти Самый Бесполезный Герой Для Этого Выбран Герой У которого Одна Активка Нормальная Не Хочется Получать Кулдаун Редакшн Поэтому Некоторым Героям Даются 250 Дэмэдж С Руки Когда Им Это Вообще Нужно В качестве Таланта Не скажи То есть 50 Это Всегда Много То есть Ты же Можешь Бить С руки Здания А Сколдаун Рэкшн Не Бьешь Так Пытает Реш Сыр Эгис Слип Хорошо Врываются И Решана Забирать Решана Перед носом Противника Забрать Но там Слишком Много ХП Остается Лассо Тут же Используется Старается Лассили разобрать Очень быстро Дахак Телекинез Получает Много На него Фокуса И он Он Кушает Сыр Да И он Будет Жить Дальше Это центр Аегис Аегис Ворует Куман Так что Если он Сможет Выбежать Отсюда Правда Геб Годарили Его Теперь видно Старается Подраться Один раз И потом Второй раз Тоже Команда Должна Помочь Митер Хаммер Коги Неплохо Достаточно Ли этого Афонин Здесь Как помочь Тиммейту Форстаффом Его Под реком Офсос Кот Кот Подкопать Не смог Все на кулдауне Пока есть Форстафф Поднимется Снова Под Хексом Находится Гирокоптер Использует Глиммер Кейп На него Чтобы спасти Ему нужно Где-то Использовать Светок Телепортации И просто Уходить Увидел Сэф Уже бежит У него Есть Ю Но он Не угадывает Точку В которой Гирокоптер Себя Он найдет Он найдет Нет Ракетка Хекс Опять Да что ж Такое Этот кулдаун Редакшн Этот Хекс Который активируется Слишком Часто 13.2 Кулдаун Это просто Безобразие Гирокоптер Без байбека Погиб Это был шанс Эффекта подраться На Рошайн Это был шанс Игру перевернуть И Гомбиты Этого шанса Не дали реализовать А теперь будет падать Центр Будет падать Нижняя линия Втроем Оброняться Эффектом Просто не получится Тем более Когда Когда у Наги Только появился Слип Окей Какое-то время Можно будет Слипом выиграть Но не более того Бараки По центру уже пали Плюс 50 секунд И пойдет Третья сторона Я думаю Достаточно Вася Вместе с Вером На барак Лассо Тот же поднимает Бэтрайдером Вверх Саленс На Шадо Финда Шадо Финд Скрим Прокаст Афонина Получает Без Сезоник Вейва Конечно Год на развороте Река Мофф Солс Постарается подраться Против Афонин же И теперь Слипом подцепили Но это Питерхаммер Но там Хукшот Отличный Отванскор И Кингер Не сможет Докастовать Свою комбинацию До конца Плюс На него снова Врываются Кингер Под Глимеркейпом Прекрасно видно Форстаф Не спасает Костик в финале Срабатывает Его просто убивает Транскор минус Окей Что дальше Тахак Семь секунд До Геррокоптера На самом деле Они сейчас могут И не добить Последний Барак Если Тисну Семь Семь Геррокоптер уже тут Как тут Тахак пытается добить Юлу его поднимает Геррокоптер БКБ Активирует Тахак под рейджа Барак съедает Мега крипы Да погибнут Наверное Большая часть героев Комбит И то даже С ТП швелать Тиллера Да уж Ну и Видимо Сопротивление Уже будет бесполезно Потому что Элементарно У Кумана На рапиру нет денег Чтобы защищаться Только с рапирой Наверное Можно еще оставаться В этой игре Но рапиры нет Рапиры нет Но Как говорится Выдержитесь Что мешает Дефать Мега крипов Пока ты на рапиру Денег не наберешь Ну противник Очевидно Пока что Он мертв Время какое-никакое Есть И 500 уже На руках Гирокоптера Может и дофармит На Куман Поставил себе Быстрый закуп Он прекрасно понимает Что может Спасти эту игру Но там будут Байбеки Очевидно Будут байбеки Гамбит Придется убивать Их неоднократно При этом Никого терять нельзя Особенно Гирокоптера Но это все Еще только После того Как у него появится Рапира Да рапира Еще фармить И фармить Вот Тирдловышку Забрали Хорошо Деньги какие-то Получает Куман 3 стоны Творса Это тоже Недостаточно Может почитаться Обратить Тир-3 По центру Гемы сфп Обретает Для своей команды Хочется Теперь рефреш Ну и все Да Немножко побили Сколько вот Позволяла им ситуация Сколько позволяла им Время Респауна Санкинга Как только Время подошло Все Надо отходить Теперь надо отпушивать Просто идти на базе Потому что Мега-крипы знают Свое черное дело Они съедят В конце концов Тир-4 Или они будут драться Они будут драться Врывается Афтерлайф Ловит Чена Постарается его быстро забрать Тут же Дахак пошел в бой Афонин Под Плакимбаром Рекомол Солс От Года Хексте Временем пошел Намадан Намадан погибает Размена Чена Один в один Окей, эпицентр От Санкинга Чужеский код здесь Пин оф Пейн уже погиб Пин оф Пейн без Байбека Куман продолжает драться Кумана не хватает Урона пробить противника Сонга в Сайрон Кингер таким образом Спасает оставшихся героев Своей команды Нужно Уносить ноги Нужно прожимать ТПшки И уже спасать трон Ну К этому Выход неплохой Какой-нибудь Фраг сделаю Время потянули Но Не настолько много Герокопты разработала Чтобы купить рапир И 800 Сейчас будет В итоге На этой пачке Где-то надо еще 2200 найти Код, конечно, вот До 25 уровня С этим кулдаун редакшеном Это просто жесть какая-то Все способности Откатываются Невероятно быстро Только Реквим использовал Он уже готов Только Хекс использовал Он уже готов БКБ есть Все есть Иди заканчивает игру Нападает на трон Лассо Сент Кинга Ну а Тахак просто игнорирует Вообще все эти начинания противника У него цель одна Разрушить трон И выиграть эту карту Гуд геймлплей Это 1-1 Прям интрига Под конец дня У нас камбетчат Эмпайр В параллельной встрече Камбетчат Камбиты Дожали все-таки И будет третья Решающая карта Что пошло не так В этой игре У команды Эффект Куман Нафидил много Нафидил То есть Очень хорошо ты играл Скорее шишеский код Потому что С начала игры Он пришел Убил один раз Пришел убил второй раз Были хорошие Перетяжки вовремя После этого Ярокоптер Уже просаживаясь По фарму Приходит в бот Погибает третий раз И дальше Очень хорошая работа Была совместная От года и чена То, что они Полностью оккупировали Вражеские Они опускали свои То есть Ему просто негде было Докомбетчивать Свои финансы Свои деньги И поэтому У него появились А этого просто поздно Вот драки Которые были первыми На заходе в топ Или драка Первая Вторая Заход в центр Если бы им было На один слот больше Скорее всего Они отбились бы даже Без потерь Но у него не было Этого слота И это вот Хакарский заслуга Бигнума И наверное Года в большей части Потому что он Сыграл в ноли Слишком много Внимание на себя Увел По итогу Вообще Стоит отметить Все-таки Вот это вот Самопожертвование Бигнума Его геймплей Где он сам Особо много не фармил В этой игре Но при этом Очень часто спасал Своих кор-героев Ставка эта сыграла И по итогу Бигнум да Много смертей имеет Но зато кор-героев Все-таки игру затащили Это очень важно Так что В целом Стратегия Это привела к успеху Хотя мы на стадии драфта Говорили Ну что это такое Взяли они Клокверка Взяли они Санкинга и Чена Что это за распик такой Еще и подкрепили Все это лайфтилером Но как мы видим Все у них получилось И они большие Молодцы Гамбит Ну что ж Друзья Будет третья решающая карта Будет через паузу На нее и прервемся Буквально 10 минут И В прямом эфире Узнаем Кто же отправится дальше По итогам сегодняшнего дня Кто вылетит Так что Не уходим